Сразу после визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан, Ильхам Алиев отправился в Санкт-Петербург. На неформальную встречу глав СНГ. Эта встреча перед Новым годом стала уже традиционной. Часть встречи была показана в прямом эфире российского федерального канала. В 2020 году в России пройдут масштабные мероприятия по случаю 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин сделал акцент на попытке переписать историю и переиначить начало войны некоторыми европейскими государствами. Путин изучил документы о начале Второй мировой войны и рассказал о разделе Чехословакии и Мюнхенском сговоре. СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестоким и циничным. По сути, это был грабеж. И можно со всеми основаниями утверждать, именно Мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной. В своем выступлении Путин осудил страны, где не ценят вклад СССР в победу над фашизмом, где происходит героизация нацизма, оскверняются могилы и памятники солдатам, которые освобождали Европу от фашизма. Вот и сегодня мы видим еще и могилы оскверняют тех людей, которые побеждали в войне. Они же самые простые люди. Вот эти красноармейцы, кто они такие? В основном крестьяне, рабочие. И эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят. В том числе для того, чтобы не всплыли вот эти вот факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих стран тогда европейских. Еще Путин напомнил, что русофобия в Европе была всегда и осудил тех, кто в прошлом и настоящем ради желания подорвать позиции России и готов даже на сделку с дьяволом. Для этого можно заключить сделку с кем угодно, в том числе и с фашистской Германией. Что по сути дела мы видим происходит по факту. В этой связи, конечно, я смотрю, что в некоторых странах Европы происходит с русофобией, с антисемитизмом и так далее. Это все мне что-то очень напоминает. Эту речь слушал и премьер-гнистер Армении Никол Пашинян. Сделает ли он выводы? Ведь о факте героизации фашизма в Армении говорил Ильхам Алиев на саммите СНГ в Ашхабате. Тогда Путин выслушал молча, изучил вопрос и теперь все разложил по полочкам. Президент России, естественно, не говорил конкретно об Армении, но посыл прозвучал для всех. Например, в Чехии сносят памятник освободителям и хотят установить памятник предателям, ласовцам. Ну, а в Армении в центре города установили памятник предателю СССР Григину Нжде, который сотрудничал с нацистами. Путин сделал последнее предупреждение. Национализм не пройдет. Агрессивный национализм всегда ослепляет, стирает любые моральные грани, ставшие на этот путь, не останавливаются ни перед чем. Но в конечном итоге это достает их самих. Еще одна интрига неформального саммита. Было ли общение Алиева и Пашиняна? Не было. По крайней мере, публично. Изначально официальной встречи не было предусмотрено. Лидеры могли переговорить за обедом, но ни та, ни другая сторона этого не подтвердила. А вот год назад общение в Петербурге было. Видимо, Алиеву и Пашиняну сейчас просто не о чем говорить. Затуль Хам Алиев встретился с азербайджанской диаспорой Санкт-Петербурга. На встрече Алиев рассказал о достижениях в российско-азербайджанских отношениях, о многочисленных встречах с Владимиром Путиным, об официальном визите первого вице-президента Михребана Алиевой в Москву и вручении ей ордена дружбы из рук президента России. Говоря о проживающих в России азербайджанцах, глава государства отметил, что абсолютное большинство, их очень активны, обладают большими возможностями и в науке, и в образовании, и в бизнесе. Азербайджанцы представлены в законодательных органах в областях и крупных городах России. Число граждан азербайджанского происхождения в России составляет примерно 700 тысяч. Много также граждан Азербайджана, приезжающих сюда работать или в командировку. Поэтому нынешний уровень российско-азербайджанских связей представляет большую ценность как для проживающих в России азербайджанцев, так и для нас. Как вам известно, в Азербайджане также живет и работает большая русская община. Самая крупная на Южном Кавказе русская община в Азербайджане. Они, как наши братья, вносят вклад в общее развитие Азербайджана.